Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 902. Событие дня. Откровение 10.6. Времени уже не будет. Ефесянам 5.16. Дорожай временем, потому что дни лукавы. За 5 июня 2018 года. Событие дня. В этот день я встал. Там без 15 минут 24. То есть полночь. Ну и все тут позанимался пока. С Игорем Барабашом договорился, что он меня возьмет в город. Нужно съездить забрать документы. Осень сильная угроза уничтожения. Я там, ну, посоветовался. Батюшки благословился, и мы выехали. Матушка там тоже прицепилась, Людмила. Приехал, он меня подвез туда. А он пока на пути какие были у него клиенты, кому заезжать, заезжал, все видел. Ну, что, все осмотрел, давай искать. Что-то не нашел, что-то, кажется, и не было. Что-то на том месте, а в другом, вдруг почему, не знаю. Тогда я решил позвонить в пожарную. Такая угроза, и они дали инспекцию там, где. Ну, и посоветовались в прокуратуру обратиться. Я обратился к Севастьяну, своему адвокату. Пошел. Указали, где, а тут заехала Татьяна, Муха Петеримова, что какие-то вещи для Надежды Васильевны взять. И она меня довезла прямо вплотную к прокуратуре. И там начало говорить, они записали все. Ну, и сказали, что надо в милицию обратиться, в полицию. Я говорю, пешком пошел далековато, в сапогах так, ноги уже отвыкли ходить. Дошел. Я говорю, мне нужен наш участковый. А он говорит, а вот он, там милиционер сидит во страже. Я стал говорить, до того, интересный мужчина, интересный, в смысле, как он оказался на этой должности. Вообще к людям отношение такое. А я вас не звал. Как не звал? Мы же звонили. Вам нужна была встреча. Вот я пришел, как законопослушный, приехал за 150 лет. Машет руку, отмахивается рукой, как от назойливой мухи. Я говорю, так не пойдет дело. Я же не рядом. Что вы хотели хоть узнать-то скажите? А когда надо будет, я вызову. Сейчас я вас на побегушках буду бегать. Ровно через неделю мне 79 лет. Он даже не смотрит никакое. Совершенно безразличный. Как это можно такого поставить? Не знаю. Не знаю. Даже тут и говорить не надо. Думаю, вот, наверное, подобного рода людей вербуют, что они оборотни да все. Что угодно может сделать. Ну, пока разговаривал, он уходит в другой раз опять. И фамилию его не дает, который дежурный сидит. Я говорю, что это такое? Раньше было, зайдешь и написано. Улица такая, дом такой, так к такому полномочному относятся. Вы от кого прячетесь-то? Ночью такие смелые. А днем вас нигде не найдешь. При свете солнечном-то сгинули. Он пишет, непонятно никак. Кое-кое-как. Ну, букву-то переправьте. Где тут? Какая буква-то у вас, которая сидит-то? Это центральный район города Барнаула. Это 5-го числа я был. Отдел их. Удивительно. И в это время подходит высокого роста, худощавый мужчина. Ему говорят, да ко мне прийти надо. Я говорю, а кто вы такой? Ну, а это там, что-то, какой-то отдел, следственный отдел. Как-то фамилия, все назвал. Пойдемте, вышли на улицу. Я думаю, здесь будем говорить. Нет, он дальше ведет меня. Дальше. А там второе здание через дорогу. Я остановился. А куда же? Да в кабинет там у меня. Нет, так не пойдет. Я говорю, у меня адвокат. Я сейчас звоню сейчас. Я не слышу. Надо, чтобы кто-то снимал. Я тогда дома разберу по слову, где. Позвонил брату Севастьяну Бауэр. По-мирскому он, Эдуард Викторович. Он говорит, хорошо, я приду. Подождали маленько, он пришел. Я думаю, он по-моему делу будет что-то. А нет, кто-то написал из Пензы жалобу, что я буддизм назвал сатанизмом. Ой, он мне... Это вы еще этим разбираетесь. Что, защитники сатаны или как понимать вас? Это всегда так было. Да вот такое там где-то статья. Ну, статья-то не моя. В 1908 году написанная архиепископом, и он митрополитом, видимо, стал Владимиром каким-то. Вот она статья, кавычки открывается. К кому претензии? Это уже все сгнило, нету. Если сатаной, так выйди оттуда, тебя никто не будет называть этим. Я статью его прокомментировал, этого архиепископа. Ясно, сенот одобрил, а потом опять перепечатывали уже в этом веке, прошедшем теперь. Вот такое. Он все записывает, что-то там. Я не слышу, Севастян, я потом интервью возьму. Но он ему копию дал этого документа. Который он написал. Я расписался там, что еще нет. То есть, ничего и нету. Что было там, не было. А тем более, этого ролика нет. И разговаривать вообще не о чем. То есть, ищут экстремизм. Сказали, экстремизм, все. Вот враг народа. Теперь врагов народа будут выискивать. Вот везде. Но сами-то... Если бы каждый уперся и увольняют профессора, раньше было там, где Менделеев, то из них сразу 28 профессоров подали заявление уйти. Ясно дело, что дрогнул университет. И все. Если вы не отменяете, мы ничего больше не можем делать. Но у нас есть право уволиться. Потому что беззаконие здесь. Товарищи заедают, а это молчат. Народ-то совершенно другой. Господь кует свой народ. Ну, вот здесь поговорили. А меня Игорь привез туда барабаш. Он в другом месте находился. Созвонился с ним. Брат Севастьян, чтобы мне не звонить. И он сказал, приеду. Приехал не сразу. Я все на улице торчал. Гляжу, двое, трое сидят так, внимательно на меня смотрят в машине. Я сразу к ним подошел и подарил им визитки свои. Раз на меня обратили внимание, я на них обратил внимание. И вот так. Потом он взял меня. Барабаш привез домой. Я уже все взял документы. Все подготовил до этого-то был-то. И я их не знаю, как отдельную сумочку или так брать просто. В свою сумку положить-то. И когда взял, подумал, что они у меня в своей сумке лежат. Все, запер, вышел. Идти, глянула бумаги. Главное, зачем приезжал-то. Оформление земли. Домовые книги-то. Нету их. И опять пошел там ключ, где лежат тайники. Опять открывать. Дом Игорь ждет. А теперь взял воды святой. И пошел сначала окропить в круговую. Дом, где живу. И там, где молимся. И обошел. И крестообразно брызгал и окропил. А потом поехали. Игорь еще много раз заезжал в разные организации, куда ему надо. И тут нам дорогу уже сказали, что брать до робота двух ребятишек. Фроси и Нестора. Ну, вопросов нет. Если Господь сказал. Такие. Я иногда бью комаров, тут залетают. Ну, и взяли их. А он с собачкой дали. У него хорошая собачка бельгийская. Не то, что в прошлом году какая-то с шишками была. И она-то там за шифериного засыпилась, за ошейник и повисла. Погибла. Вот. А это ей 10, что ли, месяцев. Ну, хорошая черная собачка, ласковая. Опять на машину и, наконец, тронулись. А утром, когда выезжали, тут проходу прямого нету. Фермер тут. Огромные машины ходили. А шли дожди. Там такие колеи, что они. А это вокруг, вокруг, вокруг. По полям в обратном направлении. Больше 50 километров туда-сюда-то добавляться надо. 150 в Барнаул. Ехали, ехали. Кое-как на трассу выехали. Но выехали. А, конечно, результат-то положительный. А теперь обратно едем. А я ей говорю, Игорь, а ты через урывку. Урывку, это, значит, другое надо через Шарщина. Туда дорога идет, там, гравейка. Вот, присыпанная. Стучит только камушки-то подлетают по машине, долбят. А тут через урывку прошли. Вот, те годы бы тут уже не проехать. А тут у нас второй мостик чисто прошли. И первый вода тещет, как я хотел, как горная река. Вот я посмотрел там, Хаджи Мурат, кажется, или Кавказский пленник. Фильм был, как вода тещет. А там камни никто не убирает и не размывает. Ну, и вот так дошли. А когда я вернулся, здесь уже своих всех нашел. Кто с чем занимается. Марина тут с Полиной где-то. У Надежды Васильевны, что ли, они тут были. Я тогда Володе говорю, давай инструмент снова. И скорее туда, где был лагерь. Без мусора оттуда выгрести надо. И он его носил, носил палаткой. Там, наверное, раз в 15. Кузовок этот. Так что решили сделать музей. Музей там будет. И площадка для детей. Проверяли, но еще что-то запрошенное. Там все заросло. И власти-то довольны. Никого нет. А теперь вдруг увед обихожено. Все подштукатурить, побелить. Время-то, если будет, люди новые приедут. Тем более в воскресенье уже 10-е будет. А с 10-го заезд. Это все события дня ходят. Ну, я приехал тут уже еще 5 часов. Ну, мы так ухайдакались там. То есть, умаялись. Столько. И тут маленький мальчик один из деревни привезенный. Илюша. Покосной такой. Ну, везде лезет. За ним не смотрит он. Новые-новые себе награды в кавычках собирает. Я вижу он здесь на качелях. А он тут. Я его крикнул. Илюша, ну-ка, иди сюда. Пока я отвернулся, он мигом раз, как кусты. Вот как шнырь какой. Прямо это, дикой. Как маугли какой-то. Я тогда его туда достал. Так, идем в лагерь, в котором ты там все ломал, крушил. Я не знаю, в школу-то ходит, нет. И ты сгодишься где-то. Никак. Палатку простую нести. Ничего не хочет делать. Совершенно. То есть, это уже законченный паразит будет. Нигде работа не хватает. Это утащить. Подойти и извредить. Маленький мальчик, а что, некрещеный. Это первое. А второе, родители им не нуждаются. А мы хотим как-то его привлечь. Давай, учись трудиться. Вот это палочки маленькие, сучки, упали с дерева. Собирай. Никак. Кое-когда работа, Юриша. А мне встречать коров надо. Да коров вон пасутся. Погонят мимо, ты к ним пристанешь. Пасутся сам. А опять подходит. А меня потеряют. То есть, один в этом месте приходил. И он не терял никто. Степен лукавый. Прямо уже видно, что сосуд не божий. По крайней мере. А по направлению, по которому идет, прямо дьявольский. С клеймом. Ну, везде пакости делает. Ну, что будет? Кто-то говорит, это вот от родителей. Не знаю. Я пытаюсь как-то помочь ему. Им помаленьку. Возьмется еще, как в руки стоит. Ну, ты видишь, как работает Нестор. Нестора взяли. А в лоде там на гребет полную тащат. Маленько не закончили. Сейчас надписи сделаем. Собрание, чтобы все это подтвердило. Эти строения принадлежат деревне. А власти покушаются сломать и убрать. На навозной куче. Никому не нужны. И вообще от зависти. Что даже вот напоминанием себе в этот лагерь. Он говорит, что и гненники никому не нужны. Я вспоминаю, когда цунами пронеслось. Продавила Япония. Жирновский говорит. А почему мне дать в Дальнем Востоке такую же площадь? Места-то пустые-то. Ну и пусть один из федеративных округов будет, как вот Бурятия. Там где-то Башкирия. Учат язык. Государственные законы Российской Федерации. А там оставить как музей, чтобы люди приезжали, когда видели. Такую беду терпят. Вот это дельное предложение. Прямо-таки дельное. Вот так же в такой степени наш лагерь. Пускай вспоминают. И дети могут приходить играть. Там настольный теннис. Приезжают гости иногда там. Будут жители ездить остановиться. А дождя закрыто. Еще еще надо. Думаю, какую стоимость оценить-то. Ну, судя по шиферу, по всему. В общем-то, что у нас там понастроено, было сделано. Я думаю, тысяч в пятьдесят-то не вложить. Ну, сейчас уже устаревшее. Это все надо будет запотоколировать. Власти любят документы. С печатью сделать. С подписями. Вот. И дальше посмотрю, что писали. Вот. Сейчас вот неудобно даже здесь я в деревне. И так получается, что смотрю, и из-за деревьев солнышко всходит и бьет в глаза. Закрывать все приходится. Там не видно в городе. А здесь все на виду. Ну, прямо прямой наводкой бьет. Приветственное слово митрополита Сергия Иваньникова к жителям Потеряевки. 3 июня 2017 года. Я его везде усыновил. И вот это приветственное слово, так звучит его. Дорогие, приветственное слово. Митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия в памятный день. 27-летие возрождения и 200-летие основания поселка Потеряевка. Дорогие, о Господи, братья и сестры, сердечно поздравляю вас с днем возрождения вашего села. Ваш труд, который Господь благословил людям, чтобы возделывать землю, приносит свои плоды, потому что община создана на камени веры, которой есть Христос. Полностью согласна. По словам апостола Павла, нам надо, кавычки, за все благодарить и непрестанно молиться, вразумлять бесчинных, утешать малодушных, поддерживать слабых, быть долготерпеливым. Все испытывать, хорошего держаться, удерживать от всякого рода зла. Послание к феосфорникийцам, не указано какое, это первое, глава 5, стихи 14-22. Что вы стараетесь исполнять своей жизнью, в кавычки. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я перед Отцом моим небесным Отцем. Е. Матфея 10, 32. Интересно, православные, через запятую пишут. А симфонию выпускают через двоеточие. Запятая – это продолжение, перечисление, а это отделяет главу от стиха, только двоеточие. Я их везде переделаю. Исповедание Господа – это смысл жизни христианина, исповедовать. Смысл жизни. Тысячу лет на Руси этого не было, этого смысла-то. Спрятали Слово Божие. Сектанты подобрали, а теперь думай, что делать. Кто во время своего земного странствования докажет жизнью, что он исповедует Господа своим Господом и Богом, того Господь исповедует своим учеником перед Богом Отцем. Это мы видим в сегодняшнем богослужении, посвященном всем святым, которых воспевает Церковь Христова. Боже благословляемый в Совете Святых Твоих. Ты, если воистину прославившийся, достойны памяти их. Седалин, глаз восьмой. Все земные блага и преимущества остаются на земле, а человек оставит землю переселиться невозвратно в вечность. Другому уставу последует божественная благодать. Она сопровождает загробную область, стержавшему ее здесь. Человек свергнет себя, как оковы, тело. Благодать, которая была стесняемая плотью, развивается обширно и величественно. Она будет служить залогом и свидетельством для избранника Божия. Через стяжание благодати человеку предоставляется на небе духовное, вечное, неизреченное, неограниченное богатство. Живот вечный наследит, то есть жизнь вечную наследует, Матфея 19, 29. Кажется, через точку с запятой вообще невероятно. Жизнь вечную, столько преизобильную и изящную, что плоской человек, живущий не по Евангелию, не по Евангелию поубрать, не может составить о ней никакого верного понятия, основываясь на своих суждениях. Да дарует, милосердный Господь, наследовать нам жизнь вечную за точное исповедание Его, уготованному для всех нас непостижимую безграничную милость, искупившего нас с собой Господа. С любовью о Господе. Митрополит Барнаульский Алтайский, глава Алтайской митрополии. Митрополит Сергий прислал приветственное слово Сафона, где он находится. Вот я не знаю, сейчас он, можно нет его показать. Сейчас я попытку эту сделаю. Где этот есть? Слово его сказанное. Что-то я не вижу даже здесь у себя ничего. Ну, посмотрим, фото из интернета. Привет все. Так, нету ничего тут, как будто бы. О Потеряевке. Надо посмотреть, Потеряевка, слово. Потеряевка. Нету. А ну-ка, Сергий, может быть, послание Сергий. Вот, видишь, я задерживаю немножко, но не подготовился. Я не ожидал, что так пойдет. Что тут еще? Сипа. 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 Патриар. Серьги. Нету их здесь. Интересно. А куда же это она делась, фотография эта? А-а-а! Так вот оно где. Она у меня, вот они, сколько их. Вот оно как выглядит на бумаге. А теперь все понятно. Они у меня в отдельной папке лежат, а я еще сказал, без папки. Ну, хорошо получилось. Пишу. Скачал вашу беседу с этим Романом. Я пишу одному. И попытался сейчас закачать на свой видеоканал Сергею Парализованному. Но система никак не пропускает. Почему же? Пишет так. Сервер не может принять файл. Выполните эти действия. И попробуйте загрузить файл еще раз. Какие действия? Еще не развею. Еще сегодня утром 4. Уезжаю в Барнаул на один день. Хотя никогда раньше не выезжал. До 10 октября. А дело вот в чем. С разных источников стали поступать предупреждения об угрозах. И тут эти попытки разных непременно войти к нам в дом выставил несколько подобных файлов. Что за люди? Говорят, что это черные риэльторы, которые сжигают в престижных районах дома, чтобы на этом месте строить элитные дома. Вот фильм не Михалкова Никиты, 12, как раз об этом и речь идет. Стали когда смотреть, а кто, что, почему ему выезжать надо было, а место такое, он все расследовал. Этому примеру масса. И ходят эти черные по домам вокруг нас и про нас все вызнают. И себя называют от полиции, якобы там от прокуратуры. Я все везде вчера прошел, а никто и не знает. Тут звоним. Нам там вообще о них не знают. Позвонили нам наши люди о том вчера. И мне говорили уже о том не раз. А что о нас можно узнать у соседей, с которыми никто из наших ни разу не разговаривали. Меня видят соседи раз в неделю, когда я хожу к колонке за водой. Я же поздоровался, головой кивнул. Да и все на этом. Угроза поджога. Я говорю, у сестры приехала, у нее банками пятилитровыми с водой. Я говорю, что так вот рядом тут жили, сожгли. Люди не уходят. А если остался живой, 9 квадратных метров куда-то поселят и там отберут. Ну то есть уже страна не просто как империя зла, как Рейган сказал. Посоветовались, помолились. Я срочно сейчас живу, уже выезжаю с барабашом Игорем. Сегодня у них молочный день. Ездят по вторникам и в основном сбывать молочные продукты иные в город. Еду, чтобы забрать. Домовые книги из дома и документы по дому. По слову сказать, здесь зашел разговор, что продают. У Любы Минаева живет. Вчера, прошлого года, большой бык уже был. Внезапно есть дух. Можно было приколоть, но никто не знал, что такой исход. Что сделал, что ему кто-то, что-то съел там или ничего неизвестно. Скрыть никто не будет. Это как папу римского. Вот так. Еду, чтобы забрать домовые книги из дома и документы по дому. Батюшка сказал, а то не дай Бог что случится. И так трудно. Земля приватизирована. Дорогой наш брат Сергей, вы помолитесь об этом деле, чтобы Господь усмирил недругов и защитил сирых своих. Финаева пишет. Аллилуйя. Рада за вас всех на службе, словно с вами присутствовало на сердце. Так тепло, мирно, благодарно. Слава. Спаси Христос. Вера Митрохина. Мир вам. Сейчас разговаривала с нашей сестрой Мариной. Она просила передать всем слова благодарности за помощь, за молитвы. Всех очень любит. Елена Паврова. Спаси Христос. Как она доехала? Как погода там у них? Сергей Пупков пишет. Игнатий Тихонович, с Севастьяном были в Следственном комитете. Буддист, пожалуйста, на ролик в Ютубе, что их же, Игнатий Тихонович, сатанистами обозвал. Все вроде обошлось. Вот и слава Богу по молитвам святых. Игнатий Тихонович, слава Христу, а они и есть таковые, Сергей. Елена, жди, скоро и к тебе люди в погонах нагрянут. Будешь объяснение писать? Как ко мне? Это у Солженицына, как каждый кролик. Меня, а меня за что? Сергей Пупков. Дальше Елена. Евгения Торопко. Содомицыский флаг в израильской школе. Как было в одни лота, так будет и в последние дни перед пришествием Иисуса Христа. Содомицыский флаг в ограде израильской школы. Виталий Калиников. Что школа? Серковная верхушка садомская. Елена. Тьфу. Тоже недавно узнала, что в Бейруте в прошлом году или раньше был. Тьфу. На них. Гей-парад. Помоги, Господи. Наталья Усатая. Разноамериканское посольство есть в Израиле, то всё остальное будет. Оттуда разврат-то идёт. Виталий Калиников. Как раз наоборот. Считайте Генри Форда международное иудейство. Елена. Европа. Рассадник садомии. Наталья. Ничего. Палестинцы покажут им и парады, и остальное. То есть допрашивают, и сразу его связаны руки-ноги. С пятого-десятого этажа об землю шарахнут и всё. Виталий. Хотя элиты евреев, в кавычках-то, и англосаксов давно смешались. Наталья. Зато палестинцев мест всегда была и будет. Не на жертвы, а на смертельные кровавые разборки. Наталья пишет. Палестинцы. Виталий. 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 Были тут и до нашего приезда. Приехал сюда по-русски православные. Так и не смогли создать своего независимого островка. Потерялись между разными мирами. Да и при том меня. Многие русские православные, не совсем укорененные в своем православии, без якоря, носимой по ветрам житейских стихий, смогут ли здесь самосохраниться в своем русском православии? Какие вопросы? И сами же решают. Молодцы. Вот показывается здесь. Хорошо. Еще находясь в мессианско-еврейско-протестантской среде, я был знаком с арабами-баптистами-пятьдесятниками. Ни разу не видел их курящих или с наколками на теле. Был в собрании один еврей местный, курящий. Так он на все собрания был такой один. Слабый и немощный верит в свои курящие демонскую кадильницу. О католике в православных социальных сетях я уже не раз наблюдал с демонской кадильницей в руках. То есть этому подобляет златоуст курящих. Он раз и на благочестие в таких кругах и говорить не приходится. Причем в собраниях баптистских и пятидесятнических. Все разом все понимают, что наше тело – храм Духа Святого. Никто не прикасается к этим демонским кадильницам. А кто, если кто, приложится к этой пагубной привычке, того, как правило, щуждаются. В некурящем собрании человек с табачным запахом быстро обнаруживается. Почему до католиков и православных не доходит то, что наше тело – храм Духа Святого? Невежды в Писании. И надо понимать, что когда стоишь в православном храме на службе и видишь людей с наколками, мужчин, женщин, серьги в руках, в ушах, женщины постыдно одеты. И понимаешь, что 99% православия крещены во младенчестве. А значит, они ведут антихристианский образ жизни после обетов верности Господу Христу в крещении. Отвечать на это становится трудно. Везде один обман. Елена. У следователя был с Севастьяном адвокатом. Задержали. Следователь печатал медленно. Ничего и нет. Это я говорю. Рустик. Решил сидеть в больнице и искать вариантов работы на гражданке. А оружие я все равно не возьму в руки. Игнатий Тихонович, мир вам. Если считаете нужным, можете за меня помолиться, чтобы я нашел еще одну работу и жену. Так как у меня уже крыши скрывает жить в одиночке, то я слишком зацикленный этой клинике. Мне нужно заполнить полезным оставшееся пространство. По поводу благовестия я благовествую время от времени. Пациентам, сотрудникам. А также небезразличным людям. А там все воля Божия. Воля, что будет, то будет. Простите меня ради Христа. Так. Евгения Трабко. Познакомился с одной православной семьей в церкви. Тут в разговоре, смотрю, мужчина не христиане, а христиане все говорит. Я его поправил и объяснил, что христианами от слова Христос, а не христианами. Их первые ученики на Христову стали называться в Антиохии. Это мы узнаем и в книге исцелинских соборов, апостолов. Жена его вдогонку так. А что название узнаем из книги «Деяния апостолов». Я сколько раз ему говорила, что не крестьяне, а христиане. А он все равно свое говорит. Крестьяне. Я смешаю. Мне смешно и грустно от такого невежества. Явно, что Библию не считают. Солнышко бьет в глаза, совершенно невозможно считать. Елена. Да, и назвать их можно по праву, крестьянами. Евгения. Да, но крестьяне-то такие люди, земледельцы, по-современному, колхозники. А христиане, сразу понятно, что от слова Христос, и это сугубо по Писанию. Елена Пауэр, да. Но перепутал с колхозом Евгений Тропков. Уже тогда на христианина и хрестоносцы по католической церкви. Версия эта. Более понятно будет, что крест несем. Елена. Самое удивительное слышать от наших сограждан. Что значит за сограждане, как непонятно. Глаза прям ослепило, вообще ослеп. Вот, теперь посмотрим, что у нас здесь есть. Вот, сегодня я выставил. Как хорошо, слово вовремя сказано, 55%. Вот тут дальше. Размонтировать. Кучу проверенного железа. Проводов тут тоже сколько-то посещает. Вот мы приехали, тут 118. Увидали кто-то, как меня обувают, выносят. Ну вот так. На сегодня хватит. Продолжение следует. Пози. 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 Пози.